здравствуйте друзья здесь демитков юрий недавно я упомянул о том что есть проблема у меня с нотой сейчас я хочу рассказать о том что это за проблема и чего ждать что входит в эту ноту вот эту ноту входят четыре компании alibaba group ну алиэкспресс и прочее да и плает materials это американская компания которая занимается производством полупроводников для всяких микросхем значит анхойзер буш это инбэв это пивоваренная компания крупнейшая в мире фс пилснер там что-то еще принадлежит многое вот будвайзер вот и последняя компания это sina corporation китайская огромная компания которая тоже входит в корзину и эту ноту я приобрел по рекомендации открытие она дает там 10 с процентов годовых в валюте и эта нота была открыта уже чуть больше чем год назад вот и что происходит по ноте когда наступает вы знаете период какой-то наблюдения сказать раз в три месяца то если все акции которые существуют давайте еще вернемся к графикам все акции которые входят в ноту если находятся ниже чем вот этот вот защитный барьер защитный барьер если акции находятся ниже защитного барьера но выше чем купонный барьер то выплачивается очередной купон в размере одной четверти от годового купона и вот этот вот защитный барьер понижается на два процента это купонный барьер и кроме того есть еще защитный барьер защитный барьер это тот такой барьер ниже которого если она опустится хотя бы одна из акций то при закрытии ноты при закрытии но если нота дожила до логического конца своего значит на три года она приобретена если она ниже чем защитный барьер то будет возвращена не вся сумма денег в отличие от если выше защитного барьера а будут выданы акции самые худшие из этих компаний что произошло посмотрите вот периоды наблюдения вот это вот открытие но ты ну на самом деле я ее купил в июле на вторичном рынке на самом деле она открылась 23 июня и я получал короче говоря каждые три месяца по 250 с лишним долларов на счет это купонные выплаты совершенно стабильно и вот в этом месяце очень здорово подкачала силь сильно корпорейшн на в конце июня было 23 июня насколько я помню очередной период наблюдения и вот на этот период наблюдения акции компании в связи с вот этой вот трамп в мае месяце сказал все рвем всякие отношения с китайцами а это китайская корпорация сина корпорейшн в общем сказать акции компании опустились ниже чем купонный барьер а потом даже ниже чем и даже и защитный барьер то есть соответственно если бы сейчас но то закрылась то я бы получил вместо 10 тысяч долларов в этой ноте ну и соответственно все купоны которые я получил а их я получил уже в настоящий момент больше чем 750 долларов но если если акции компании вырастут выше чем купонный барьер то есть есть эффект памяти то я получу эти вот купоны и те которые мне полагаются и те которые мне не выплачены то есть есть эффект памяти купонный барьер здесь насколько я помню 75 процентов от первоначальной стоимости и барьер отзыва он постоянно понижается каждый раз на 2 процента вот сейчас он уже опустился на 8 процентов четыре периода отзыва и первый раз не был получен купонный доход не был выплачен более того цена акции опустилась ниже чем защитный барьер это неприятно ну конечно я немножечко в трансе вот и приятно получать деньги и неприятно не получать их вот давайте теперь переключимся вот сюда вот это компания сайт финвиз точка ком на которой я неоднократно ссылаюсь вот и на финвизе вот они вот им курс акции компании значит смотрите здесь 2019 здесь 2018 то есть я в 2018 году вот когда открывал ноту была идея что ну открыть сина корпорейшн что такое сина корпорейшн это крупнейшая еще раз компания китайская которая главным из активов которой является мессенджер китайский вейбо который обалденно популярен среди китайцев а китайцев как вы знаете по миру много и все китайцы работают в этом мессенджере в этом мессенджере в этом мессенджере они как на алиэкспресс покупают товары там же есть своя платежная система у них там есть система социальная ну как бы отслеживание то есть там все что угодно то есть эта система вейбо она объединяет все преимущества фейсбука все преимущества нашего вк все преимущества алиэкспресс и кроме того еще и платежная система то есть это вот такая глобальная штука и и даже больше на самом деле еще и социологические исследования она тоже очень сказать позволяет проводить вот то есть такая глобальная штука ну вот акции упали почему потому что торговая война с трампом но есть приятная новость смотрите вот опускаемся ниже здесь вот всякие п е тут по всем параметрам она вроде бы неплохая что сейчас говорят аналитики по поводу этой компании смотрите май 31 19 апгрейд компания goldman поменяла свой прогноз с с нейтрального на бай компания goldman понимаете да how sign a corporation nasdaq call impact your portfolio availability why сина stock sank 36 процентов в мае почему она грохнулась на 36 процентов в мае ну в общем сина ап на 0,1 процент since slice earning report поднялась на 0,1 процент с последнего сообщения о выручке вот can it continue вот ну в общем может ли это продолжится ну и в общем вот последняя публикация смотрите последняя публикация особенно радует 4 июля в общем то вот она ну вот я ее здесь на yahoo финанс why сина corporation is an attractive investment to consider почему сина корпорейшн является притягательной инвестицией для рассмотрения и здесь есть анализ сина корпорейшн ну которая в общем сказать первая достаточно позитивная новость так это понятно реклама с финансовой точки зрения они видят сина корпорейшн прекрасные перспективы для роста not yet factored into the price пока еще не реализованы в ее стоимости below is a brief commentary of these key aspects ниже приводятся короткие комментарии для того чтобы пояснить эти ключевые аспекты for those interesting digger a bit deeper into my commentary take a look at the report of Sina here если кто-то хочет посмотреть посмотрите сюда более подробно и значит что здесь анализируется здесь анализируется анализ earning earning вот это вот текущее положение то есть как росли earning это выручка компании и как предполагается по фундаментальным параметрам что выручка должна расти вот ну а раз выручка растет значит стоимость компании должна увеличиваться и смотрите вот здесь вот исторический долг компании так что у нас здесь что у нас здесь депт красный нет ведь и кэш кэш да несколько уменьшился но разница между ну грубо говоря долгами и приходом увеличилась увеличилась положительная разница то есть положительный баланс увеличился поэтому вот в этой статье говорится что у этой компании потрясающие потрясающие перспективы роста ну конечно конечно хочется в это верить хочу сказать что в общем сказать я надеюсь что перспективы этой компании есть и будут эта нота у меня до насколько я помню двадцать третьего года то есть до января двадцать третьего года или до июля я уже не помню точно вот ну я-то предполагаю что она закроется досрочно потому что каждый раз барьер отзыва снижается и сейчас если в общем сказать наладятся дела у китайцев с американцами то компания вернется к росту естественно и выплатит все положенные купоны и даже закроется досрочно я надеюсь вот ну вот такие дела на самом деле то есть я видите ничего от вас не скрываю честно говорю вам про все свои проблемы и в ближайшее время я расскажу еще какие ноты существуют сейчас в открытии ну потому что ноты я считаю что вот сейчас это наиболее перспективный на самом деле инструмент несмотря вот на ту ноту которую я вам продемонстрировал которая имеет задержку с купонами это из где-то десяти или двенадцати нот всего две или три ноты имеют задержку по купонам вот одна из них у меня мне так повезло вот ну надеюсь что это видео было полезно спасибо за внимание с вами был Дмитрий Юрий до встречи до встречи субтитры субтитры субтитры